всех приветствую на своем канале сегодня мы столкнулись точнее уже не сегодня два дня назад я увидела что у моей коровы мастит она у меня сейчас в запуске ей в марте телец начале марта поэтому я обратилась сразу же позвонила заметила что чуть-чуть в имя опухло я позвонила получается с ветеринару и она сказала брать лекарства и вводить в имя так как вот наша коровка марта етелится скоро марте марта марте етелится в итоге в аптеке у нас ничего для сухостойных коров при мастите не оказалось поэтому пришлось ехать в брянск мы сами с орловской области приехал пришлось ехать в брянск купили мы вот такое лекарство питомаст получается он именно для сухостойных коров сейчас я покажу как водить его и расскажу и расскажу и покажу смотрите получается как если вы обнаружили сухостой это в запуске получается корову его обнаружили мастит это ничего страшного главное не паниковать ну и сразу принимать меры не ждать чего-то мычать мамка вода еще не приносила получается смотрите сейчас я вам покажу как это все происходит итак мы открываем предварительно я сиську который надо помыла сейчас чистила не успела насилить сена хотя и сена стелем солома точнее в основном стере все равно коровка грязная но это ничего страшно это мы все почистим итак смотрим как я буду вводить итак смотрим я беру сприт коровку уже отвыкла марта малышка берем вставляем и вводим ну вот смотрите получается получилось без вас вести вот есть такой пимпочка она сама желтая как называется типа как иголка в сприце вот такая вставляем я вам показала как принципе вставлять его вставляем и заливаем получается это но это лекарство только сухостойный период ведь они мешаются сейчас они у нас пока не запуске все вместе стоят поэтому они можно друг другу мешает поэтому она и не стояла марта а так у нас коровы отдельно быки отдельно стоят но так как мы один сара снесли старый он честно говоря развалился поэтому мы и получается пришлось все в один сарай всех ставить забетонировали быстро пол в октябре месяце и поставили всех вместе это был старый гараж у нас и так смотрите ничего страшного если мастит у коровы сухостойный период произошел это может быть где-то продуло или там бутылок или не долечили мастит у коровки получается это был мастит по лету это и жаркой сквозняков нету откуда взялся мастит но видимо может она укола речки может укусил кто когда получается обратились первый раз маститом ветеринар сказал ну-ка что это может быть ну хотя приблизительно продуло или в итоге мы пришли к выводу что это укусил мастит может быть не только если корова там простыла или вот в речках бывает корову стоят нет получается мастит может образоваться если ее укусила например черная мошка или так же овощ сухает за сиськи за вымяя получается или за саму сам сосок тоже мастит может так что одним словом получается смотрите если мастит ничего страшного не паникуйте не бегите ни в коем случае корову не сдавать не колоть ничего берете колите ну как я вот этот раз пентомаст пентомаст уколола тихо давайте выйдем мы с вами курочки мои пистан значит пентомаст я уколола и все и теперь я неделю коровку не трогаю через недельку я их проверю конечно хоть ветеринар говорил что не надо проверять но я все равно проверю если будет еще мастит то я уколю точнее в виду вымя в эту одну сиську еще раз укол пентомаста и все это это закончили но я надеюсь что после первого спритца все пройдет подписывайтесь ставьте классы буду рада вас видеть на своем канале